Русская служба новостей В окончательном чтении с 1 июля должен вступить в силу закон о декларировании доходов и расходов должностными лицами и депутатами. Такое решение принято на очередном заседании сессии парламента. Упрощенная процедура для граждан Абхазии, пересекающих российско-абхазскую границу, созданы новые условия. За 15 лет момент объявлен третий фотоконкурс Абхазия в фокусе под названием «Портрет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии». Депутаты парламента приняли в третьем окончательном чтении закона внесения изменений в закон Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами. После подписания президентом законопроект вступает в силу с 1 июля 2021 года. Кроме того, народные избранники приняли в первом чтении законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. В первый день очередного заседания сессии парламента депутаты рассмотрели 10 вопросов повестки дня. Подробности в репортаже Гугуцы, Вардания. В начале заседания сессии парламента депутат Алмаз Джопуа попросил включить в повестку дня проект обращения к Российской Федерации о признании геноцида абхазского народа со стороны Грузии. Однако, как выяснилось, не все депутаты знакомы с документом, и вопрос был отложен. Первым вопросом народные избранники рассмотрели законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. Об основных показателях расходов и доходов бюджета рассказал министр финансов Владимир Делба. Как исполнил государственный бюджет в целом по нашей стране за предыдущий год? По доходам он исполнил на уровне 93%. Из предполагаемых доходов в 10 миллиардов рублей в бюджетную систему в республике Абхазия поступило 9,3 миллиарда рублей. Соответственно, из расходов в объеме 11 миллиардов рублей исполнено на 9,5 миллиардов рублей. Вот такие основные характеристики и параметры исполнения государственного бюджета. Ну, теперь непосредственно об отчете республиканского бюджета. Общие параметры бюджета также исполнены на уровне 93%. Здесь характеризуется исполнение бюджета в основном по позиции 6,3 с учетом отставания. Это исключительно собственные доходы бюджета. Среди структуры доходов поступления финансовой помощи Российской Федерации складывается на уровне 100%. Средства поступили в прошлом году своевременно и в полном объеме. Их объем составил 4,5 миллиардов рублей. Владимир Делба подчеркнул, что в связи с пандемией коронавируса бюджетная система республики работала в непростом режиме. И ожидаемые поступления в доходной части бюджета увидеть не удалось. Несмотря на это, суровые опасения не оправдались. Благодаря ряду решений удалось стабилизировать ситуацию. Из тех ожидаемых потерь, которые были оценены в начале, в начале второго квартала прошлого года в объеме 2 миллиардов рублей, мы всего лишь не досчитались, как говорится, если таким простыми словами, 793 миллионов рублей. Среди основных источников поступления в бюджетную систему более 100% были исполнены такие поступления, как от налога на прибыль, от платежей за пользование водными биологическими ресурсами, от платежей за внешнеэкономическую деятельность нашей страны. К сожалению, все остальные показатели находились на уровне от 70 до 85%. Дуба также подчеркнул, что все расходы республиканского бюджета 2020 года были в основном направлены на социальную сферу. Большая часть ушла на обеспечение функционирования системы здравоохранения. Здесь объем межбюджетного трансферта в различных формах, но прежде всего в форме дотации, был обеспечен на уровне 923 миллионов рублей. Депутат Валерий Агроба высказал мнение, что отчеты должны быть более прозрачными. Рауль Лоло в свою очередь отметил, что министр финансов дал достаточно развернутую информацию об исполнении бюджета. И несмотря на сложный 2020 год, правительству удалось справиться с выполнением обязательств. Главное это была, конечно, работа по линии здравоохранения. Здесь работа была выполнена. Второй вопрос, который я хотел бы тоже поднять. Безусловно, расходы государства должны быть прозрачными. И в этом отчете я увидел, допустим, даже тот же президентский фонд. Он полностью, мне кажется, что раньше такого не было. И сейчас, в этом году мы получили полный отчет, на что были потрачены деньги президентского фонда. И не только президентского фонда. В этом отчете это есть и прописано. Это, я думаю, что хорошо. Это радует. Третье. Та сумма, которая сейчас у нас есть, те деньги, которые бюджет получает, ну, конечно, уже недостаточно. И вы это прекрасно понимаете. 9 чем-то миллиардов исполнения. Этого мало. И мы должны вместе подумать, каким образом наполнить бюджет. В этом году, на следующий год, безусловно, расходы растут. Жизнь только усложняется у наших людей. Поэтому совместно давайте продумаем, каким образом увеличить, улучшить налогооблагаемую базу. Вот это очень важно нам сделать в этом году. Приседатель депутатского комитета по бюджету Натали Смыр предложила коллегам принять исполнение бюджета в первом чтении, а также во втором и третьем окончательном после обсуждений с учетом замечаний, которые были сделаны Контрольной палатой республики. Однако после недолгих обсуждений парламентарии решили проголосовать за принятие исполнения бюджета в первом чтении в рамках нынешнего заседания. Далее был рассмотрен проект закона об исполнении бюджета фонда репатриации за 2020 год. За прошлый год из фонда было потрачено 80 миллионов рублей. По доходной части формирования, как у нас собираемость была, страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды 93,2%, что в общей сложности составляет 154 миллиона 979 тысяч. Специальные системы налогообложения 58,9% – это 1 миллион 841 тысяча 200 рублей. Другие налоги, сборы, задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам – 16,3%, что составляет 7 миллионов 340 тысяч. Это постановление также было принято в первом чтении. Далее парламентарии рассмотрели законопроекты об исполнении бюджетов за 2020 год дорожного, пенсионного, медицинского фондов, фондов сострахования и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Эти законопроекты также были приняты в первом чтении. Затем депутаты перешли к рассмотрению закона о сельском хозяйстве республики. Данный законопроект был подготовлен совместно с Министерством сельского хозяйства. Есть и финансовое заключение, где обозначены несколько замечаний и предложений. В любом случае, Министерство финансов предлагает провести расширенные консультации с привлечением всех заинтересованных органов государственной службы и обсудить данный законопроект. Естественно, комитет предлагает его принятие в первом чтении, чтобы парламент мог взять в работу данный законопроект и будут проводиться расширенные заседания с привлечением всех заинтересованных сторон. Парламентарии дали согласие Кабинету министров Абхазии на предоставление обществу с ограниченной ответственностью «Жемчужина Абхазия» право пользования участком лесного фонда площадью 3 гектара на территории Гагарского лесничества. Последним депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера госслужащими и депутатами. Чтобы принятие данного законопроекта не было привязано к принятию закона о госслужащих, в его название внесены изменения. Мы вычленили из наименования закона термин «государственный служащий» и оставили декларантами депутатов и должностных лиц из числа государственных служащих. То есть, чтобы, как были мнения, знаете, как в государственных учреждениях, чтобы до уборщиц и технических сотрудников не все заполняли декларации, а только люди, которые подпадают под определение должностного лица. Ну и еще, конечно, изменения – это вступление в силу. В предыдущий раз было это 1 мая, сейчас в данном проекте это 1 июля. В итоге закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера был принят в третьем окончательном чтении. Он вступит в силу после подписания президентом с 1 июля 2021 года. Кугу Саварданья, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анква провел совещание с членами Кабинета министров и с руководителями компаний, осуществляющих поставку топлива в Абхазию. Целью встречи стало обсуждение вопросов работы топливных компаний в условиях повышения цен, по которым они осуществляют закупки. По словам представителей компаний, с начала года наблюдается устойчивая тенденция к повышению оптовых закупочных цен на нефтепродукты, закупаемые за пределами страны, а с учетом доставки и таможенного оформления грузов, установленной предельной оптовой и розничной цены, ниже фактической себестоимости поставок. Данные обстоятельства в значительной степени снижают финансовые возможности компаний для своевременного обеспечения закупки и поставок топлива. Также необходимо учитывать, что в летний период объем потребления топлива вырастает на 25-30%. Как известно, практически весь объем нефтепродуктов импортируется из Российской Федерации. Если ранее в системе поставок удельный вес определенный приходился и на другие страны, но на сегодняшний день в основном все поставки идут из Российской Федерации. И, соответственно, абхазский рынок, безусловно, напрямую зависит от уровня цен, которые формируются на российском рынке. С декабря 2020 года произошел резкий всплеск цен на поставку нефтепродуктов. В тот период в среднем рост цен составлял 10%. Первая волна роста цен наблюдалась в ноябре-декабре. В принципе, компании тогда уже информировали нас, что идет серьезная тенденция на увеличение. Соответственно, в данном вопросе необходимо также отметить, что мы, в принципе, как и в прошлые периоды, ожидали, что рынок, возможно, стабилизируется. И, учитывая, что небольшая маржинальность присутствовала в эти периоды, конечно, многие ожидали, что, возможно, рынок стабилизируется. И это было обусловлено тем, что официальные федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации были ориентированы на то, что уровень цен на нефтепродукты будет варьироваться в пределах инфляции. Но, к сожалению, с начала года очень серьезно стали меняться цены. К примеру, АИ-92 с февраля месяца, то есть соотношение марта к февралю прирост составил 12%, апрельский прирост 7,5%, мая и июнь, соответственно, 8%. Таким образом, с начала года на АИ-92 цена поставки выросла в среднем на 28%, ввели на 11 800 рублей в абсолютных показателях. АИ-95, значит, соответственно, март к апрелю прирост на 11,7%, апрель 6,9%, мая и июнь к апрелю, соответственно, 5,9%. Общий прирост с начала года составил 26% или 10 300 рублей в абсолютном показателе. Дизельное топливо, соответственно, также было с высокой динамикой роста. Март по отношению к февралю прирост на 6,1%, апрель, соответственно, 8,1% и мая и июнь 13% по отношению к апрелю. На текущий момент у нас уже себестоимость с учетом НДС по последним самым поставкам, которые мы уже оприходовали, они выше отпускных розничных цен. Мы уже не говорим об оптовых. И вот мы полную исчерпывающую информацию отправляли Кристине Константиновне по запросу относительно динамики. Она приблизительно такая же. И прогнозы на дальнейшие месяцы тоже не очень хорошие. Более того, возможно, динамика будет ухудшаться в сторону еще большего роста. В летний период. У нас есть определенные обязательства, помимо внутренних, так скажем, нашего персонала и так далее, есть обязательства по уплате всех налогов. У нас была в 2018 году очень нехорошая ситуация, по причине которой налог на прибыль значительным образом, так скажем, просел, то есть уменьшился значительно. В прошлом году ситуация была очень хорошая, и у нас получились платежи, помимо НДС, налог на прибыль и налог на ГАСМ у нас значительно выше был, чем в 2019 году. Но в связи с тем, что сегодня маржинальность практически отсутствует в последние несколько месяцев, либо она очень низкая, у нас, соответственно, по налогу на прибыль, который является основным для бюджетов районов, будет очень серьезное отставание. Мы соответствующим образом, когда увидели такую динамику, известили главу администрации о том, что возможно будет значительное снижение. Поэтому мы считаем необходимым также повышение, и в этом плане у нас есть конструктивные диалоги взаимопонимания с Министерством экономики. Возможно, те цифры, которые озвучивались в районе 4-6 рублей, они на самом деле, возможно, не компенсируют все потери, которые у нас есть. И, скажем так, мы не совсем с ними согласны, но, тем не менее, понимаем, что должны быть социально ответственны. И в этом плане последние несколько месяцев себя и ввели. Таким образом, и будем также продолжать это делать. Та ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, она приводит к тому, что, к примеру, как коллеги наши сказали, что уже не готовы закупать топливо дальше. Это может привести к проблемам и сбоям у одного поставщика. Соответственно, дальше по цепочке это приведет к сбоям у других поставщиков. И вопрос откладывать именно в летний период, он уже становится сложным, потому что пик потребления, он будет через месяц. А чтобы обеспечить поставки именно к этому периоду топлива, уже нужно сегодня готовиться, уже должны были быть готовы к этому уже сегодня. Вот такая ситуация. Поэтому, и когда мы говорим о ценообразовании, в летний период, соответственно, спрос на топливо растет везде, цены вырастают. В осенне-зимний период они, будем надеяться, что снизятся, и тогда мы уже можем пересмотреть в сторону уменьшения самих цен. А сейчас на весь годовой объем основное потребление приходится именно на летний период. А с учетом того, что этот курортный сезон ожидается очень таким масштабным, скажем так, Я думаю, все согласны с тем, что количество топлива надо будет еще дополнять в сравнении с предыдущими годами. Продолжаем выпуск. 8 июня текущего года в городе Сухум по улице Керазно против магазина «Донат» неустановленным на тот момент лицом был произведен выстрел из огнестрельного оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил житель города Сухума Аршба Сократ Мирабович, который был доставлен в медицинское учреждение. Принятыми оперативными мерами сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного УВД установлено, что к совершению данного преступления причастен житель города Ткуарчал Кварацхели Аслан Джамбулович, который впоследствии был задержан. В отношении гражданина Кварацхеля возбуждено уголовное дело. Группа российских волонтеров, прибывшая в Абхазию 2 июня и присоединившаяся к поискам российского туриста Владимира Ульянова, запросила у МЧС Абхазии помощь в эвакуации из Альпийской зоны в районе слияния рек Химса и Кубыш. По словам волонтеров, они не смогут самостоятельно спуститься к побережью, так как физически истощены и обратный путь им не под силу. С утра 9 июня сотрудники МЧС Абхазии вывезли группу из 4 человек по воздуху. Из 6 участников волонтерской группы только двое спускаются с высокогоря по пешему маршруту. По словам руководства МЧС Абхазии, подобный исход данной поисково-спасательной операции был предсказуем из-за сложности и протяженности заявленного маршрута. И поэтому использование на подобных маршрутах волонтерских групп контрпродуктивно и сопряжено с немалым риском для самих волонтеров. Напомним, что волонтеры в сопровождении абхазских спасателей заново отработали весь маршрут, на котором пропал российский турист Владимир Ульянов, включая Высокогорье и Альпийскую зону. Однако и эти поиски не дали никаких результатов. Упрощена процедура прохождения таможенных формальностей для граждан Абхазии, пересекающих российско-абхазскую границу. По итогам первого заседания российско-абхазской рабочей группы по таможенному сотрудничеству на основании распоряжения ФТС России достигнута договоренность о том, что гражданам предоставляется право использования учетной карточки транспортного средства в качестве пассажирской таможенной декларации. Чтобы пользоваться таким правом, гражданину необходимо пересечь границу не реже одного раза в один календарный год. Использование учетной карточки транспортного средства в качестве пассажирской таможенной декларации направлено на ускорение прохождения таможенных формальностей на МАПА для Краснодарской таможни при перемещении гражданами Республики Абхазии личных автотранспортных средств, зарегистрированных на территорию Республики Абхазия. Согласно данному порядку, граждане Республики Абхазии может ввести на территорию Российской Федерации автотранспортное средство без уплаты таможенных платежей и налогов на период одного календарного года. При этом частота перемещения физических лиц на личном автотранспортном средстве в период одного календарного года не ограничена. Ранее действующий порядок временного ввоза автотранспортных средств физическими лицами для личного пользования ограничился сроком на один месяц. Также гражданин Республики Абхазия, который выехал на личном автотранспортном средстве на территорию Российской Федерации с заявлением таможенной процедуры временного ввоза и не завершивший данную процедуру на момент въезда в Республику Абхазия, может осуществить подтверждение нахождения на территории Республики Абхазия автотранспортного средства и снять с контроля на Абхазском таможенном посту специализированном. Президент Аслан Бжани поздравил народного поэта Абхазии, лауреата государственной премии имени Дмитрия Иосифовича Гулия, академика Мушни Лассурия с присуждением ему патриаршей литературной премии имени святых равнопостальных Кирилла и Мефодия. Ваши произведения сыграли значительную роль в становлении и развитии абхазской литературы. Вы перевели на абхазский язык множество произведений классиков русской литературы. Ваши труды высоко ценятся как в Абхазии, так и за рубежом, и этому свидетельство. Ваши многочисленные премии отмечаются в частности в поздравительном адресе. Глава государства пожелал Мушни Лассурия крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов. Народная артистка России Абхазии Хибла Герзмау достойна государственной премии Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства. Вручение государственных премий президентом Владимиром Путиным состоится в Кремле по случаю Дня России 12 июня. Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Собрать фотографии ветеранов повседневной жизни. С такой целью в республике с 3 июня объявлен третий фотоконкурс «Абхазия в фокусе» под названием «Портрет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии». В рамках проекта участникам предложены следующие номинации «Портрет, повседневная жизнь, репортажи и доброволец». Фотографии будут регулярно публиковаться на страницах проектов Facebook. Подробности в репортаже Дениза Гергия. Момент, запечатленный на фотографии – это короткий рассказ о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии. Дома, на рыбалке, на отдыхе, в кругу семьи, на работе – темы разные. Суть одна – показать ветерана в повседневной жизни. Фотоконкурс посвящен Дню Победы. Задача такая – увидеть, понять, как сегодня живут наши ветераны, чем они живут, как живут, кто как из них живет. В общем, вот так. И нам кажется, что это будет очень интересным. Получится, удастся составить портретную галерею ветеранов. Если получится интересная работа, а мы на это надеемся, мы постараемся провести выставку как раз ко Дню Победы. Мы еще планируем к этому конкурсу, к третьему, привлечь жителей братских республик Кавказа, потому что у нас есть такая номинация «Доброволец». Мы надеемся, что и там тоже истории добровольцев тоже будут рассказаны и присланы на наш конкурс. В составе жюри – профессионалы в области фотографии смежных областей искусства. Павел Волков, Терик Киргруак, Виталий Дженя, Рамин Каджа – именно эти люди будут подводить предварительные итоги, выявлять лидеров по рейтингу. Отбор будет проходить с 3 июня по 20 августа в конкурсе. Могут принять участие все желающие. Каждая фотография должна сопровождаться текстовым пояснением с кратким описанием военной истории героя-ветерана. С 20 августа по 5 сентября жюри подведет итоги конкурса, а затем выставка ко Дню Победы. Также конкурсант, если он впервые присылает, должен рассказать о себе, фамилиями отчества, чем занимается, в каком городе живет, род занятий. То есть вот так вот мы знакомим и с самими конкурсантами там же на странице. Фотоконкурс «Абхазия в фокусе» выявил большой интерес жителей нашей страны к этому виду искусства. Вместе с тем обнаружились и проблемы творческих людей именно этой профессии. Например, у нас в Абхазии нет школы фотографии и не проводятся мастер-классы. Организаторы фотоконкурса понимают, что фотограф не может долго оставаться без работы. Они пытаются помочь им и отслеживают судьбу победителей конкурса. Чтобы вот этот процесс продолжался, процесс развития. Потому что я хочу сказать, что некоторые из наших участников учатся профессионально, профессиональные мастер-классы, проходят обучение в профессиональных школах. Они поставили перед собой задачу такую стать профессиональными фотографами. Это очень радует. Вот Эдуард Ежов, который получил гран-при на втором фотоконкурсе, он сказал, что будет заниматься фотографией профессионально у хороших преподавателей. Также Оксана Григория, трижды победителя первого фотоконкурса, она тоже уже начала обучение. Все желающие поучаствовать в конкурсе могут прислать свои работы на страницу конкурса «Абхазия в фокусе» в Facebook, а также на адрес электронной почты abfocussobacomail.ru. Всего будет отобрано не больше 50 фотографий. Конкурс «Абхазия в фокусе» проводится при поддержке Министерства обороны Республики. Дениса Гергель, Дард Амиров, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантных должностей судей Верховного суда, две единицы. Прием заявлений осуществляется в помещении Министерства юстиции с 10 по 23 июня. Телефон для справок 226-44-90. Общественная организация «Экологическая организация Абсабара» при финансовой поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций и методической поддержке Института экологии Академии наук Абхазии реализует мероприятие по мониторингу вредителя финиковых палем. Красного пальмового долгоносика сообщается на странице Абсабара в Facebook. Экологи устанавливают ловушки на насекомых вредителей и фиксируют степень их активности. В городах Гагра и Питсунда установлено более 70 ловушек. Сухумский водоканал сообщает. Из-за ремонта водопровода 10 июня несколько районов столицы останутся без воды. С полуночи до 20 часов будет прекращена подача питьевой воды в районах города Старый поселок, Колос, вокзал, улица Адыгейская, Вием, центральная часть города, рынок, маяк. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра в четверг 10 июня в Абхазии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 12-17, днем 19-24 тепла. Температура морской воды плюс 18. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова